Так, вот Игнатих Иванович хотел обсудить этот вопрос по поводу Схигумина, бывшего Сергия Романова. Ему... Три с половиной года дали, я считал. Да, три с половиной года, и главная дата такая интересная, три с половиной года. Такая библейская. Ну вот это, ему по трем статьям. Первая статья это самоуправство. Ну понятно, самоуправство я вижу. Я считал это, время не тратить на это. Это все надуманное. Как будто, да вокруг-то у них самоуправство, и на работе на любое возьми, депутаты что делают. Они все подсудные, по законным статьям, а ему они накручивали где-то. Да, он поступил неправильно, но не настолько, чтобы его сажать-то. Тем более, уже ничего нет, все отняли. Потом, вот это, нарушение права на свободу совести, 148-я статья. Нарушение права на свободу совести и вероисповедания. Это вообще, даже смешно какое-то. Ну, это, и третья статья, это склонение к самоубийству. Ну да. Это тогда в первую очередь надо брать тех, которые на родину, за родину звали страдать. А он-то спросил только, готов ли ты? Только и все, готов ли. Он не к чему говорит, это вопрос нам, Бог говорит. Отвергни себя, то есть приговоренный к смерти. Для меня жизнь Христоса смерть приобретения. Павел говорит, переписом 1.21. Смерть это приобретение. То есть она несет все плоды, где кому давал, что говорил, теперь все к тебе вернется. Все надуманное. Ну, если тогда по житиям святых брать, тогда можно всех почти сажать по этим. Многих святых можно сажать по этим статьям. Конечно. А тогда было так, как только щелоку веровал, Господь будет гнать, убивать вас. 24 главу, считай, Евангелие от Матфея. Определенная счетка. Так что он? Он сказал, как будут события, а это даже не говорит, как будет. А если? А если будут гонения, ты готов умереть за Христа? Это надуманно-надуманно. То есть они не нашли статьи за столько времени, по которой люди бы отвернулись от него. Вот раньше его судили, там, убил, а то уже, ясно дело, что-то сделал. А здесь он ничего не сделал. Главное, облегчающие мотивы, то, что он многим делал добро. Ну, от его имени там делали, помогали нуждающимся. Это еще как-то якобы скостило. Полгода якобы убрали. Да. Да. Ну, вот его теперь определили в лагерь общего режима. Да. А это чем отличается, Игнат Тихонович, лагеря? Общего, строгого? Строгого, строгого там. Вот эта дисциплина другая. И отпусков меньше, и передачек меньше. Ну, все такое. Условия, которые там создают они, это намного строже. Вот я был в общем режиме. А строгий? Там определенный... Так, подожди минутку. Сейчас я гляну, что-то. И кто-то звонит и не отвечает. Ну, ладно. Да. Смотрел его, просчитал все. Я тут вчера целый день с этим, с Виссарионом. К нему сообщак туда приехала. По домам идет и узнают. А что ж 30-то лет, говорит, молчали. А сейчас там столько наскребли. Ой-ой-ой. И брали деньги, и там не отдавали. И еще только нету. Это они легко могут все сделать. Да. То есть, если человек неугодный становится, то ему любую статью могут накрутить. Найти. Ну, правильно. Вот телеграфный столб рассказывает. Юридический факультет. Вот. Осуди его. Под статью 58-ю. Так, провода. Это связь за границей. Второе. Опрокинутый чашечкой. Что, непрерывно пьет? Увидал, так опрокинул. Будто бы не пьешь. Запились. Ну, начал стоить столб на дороге. У нас один разбился, говорит. Ехал. Говорит. Нормально. А тут столбы стали перебегать. Говорит. Я один не успел перебежать. Говорит. Я прям врезался в нее. Вот что вы еще творите. Все. 58-я, 10-я, пункт. Шпионаж. К расстрелу. Был бы человек. Говорит. А статья найдется. То есть, хлопать раньше перестал. Вот как это... А вот это-то, когда там... Говорится об этом. Избранные там какие... Как их называют-то? Посвященные. А не ладошка-то поляшки хлопает руками-то. Вот поэтому, может, по этому фильму можешь меня поспрашивать, как и что. Я один раз полностью посмотрел, а другой раз своим показывал, но попутно сам посмотрел. Да, да, да. Я, кстати, забыл. Хотел спросить по этому фильму. Значит, вы посмотрели. А фильм посвященный. Этот фильм, я считаю, после фильма «Я легенда», когда от вируса умерли все, только 12 миллионов остались где-то. Это продолжение его. Что за этим последует? Вот это как раз они теперь так вот хотят таких людей сделать, чтобы никаких чувств, ничего прошлого. Он руку подставил, все видно, что там знак у него стоит где-то. Это то, что они так... Ну, дальше-то уже вымысел фантазии, как было он. Ну, дальше он убежал. Куда он убежал-то? Дальше-то ничего не понятно. Кем он будет? Если так рассуждать, эти люди, одна короткая жизнь. На воле-то, вот это бытовое православие, оно копейки не стоит. Настоящего-то нет. Они показали, даже ему видение, когда за руки его брал, учитель-то там показывал, как люди жили, воевали. Почему христиан не показали нигде? Ни проповеди, ничего нет. Прошлое они должны были. То есть не показали. Они не знали, что показать. И автор, который ставил, задачи такой не ставил. А если бы это показал, он бы знал, куда идти, хотя бы там находясь, как молиться. То есть ставил фильм этот «Безбожник». «Безбожник». Но он видит, куда все подошло и к чему стремятся. Какой должен быть люд? Что они даже понимать? А вот к этому коммунизм, фашизм, тоталитаризм все вели. Но они никак не могли, что да, он согласился, он с ними работает, а внутри он посаженный крот. А здесь нет, все выхлестнуто, ничего нет. И при том, вот эта ведьма-то появляется, то в одном месте с нее как что-то тещет, то она в другом, ее не убить ничего нельзя. А это сказано в протоколах одного населения. Вот и все. Сейчас я просто скажу для зрителей, кто будет смотреть, что это фильм, посвященный 2014 года. «Посвященный» называется. «Ну, все тут понятно. И они там пока еще маленький ребенок, уже вживляют ему. И там он лежит в каком-то таком, как в тюрьме, руку может просунуть, только взять. И даже поцеловаться и то они не знают. Выхлестнули, все. Такие им люди нужны. Ну и нужны, сколько нужны. Сколько они решили их оставить, там не говорят. Ну понятно. Куда, чего он прикатился. Дальше одна фантазия. В водопад его сбросил с ребенком. И он вынырнул живой. И ребенок живой. Да из водопада самый сильный человек. Борец. В бочку себя замотал. И оттуда бросил. И то мертвым, говорит, достали. Ниагарский водопад. А здесь бы он... Ну на каждом шагу. А тут сколько времени он его был, давал, передавал, они не узнавали. А тут что-то заметили. Если у них есть везде все, то в первую очередь они бы там поставили. Ну вот как зона. Была такая 50 серий зона. Зона. Как в зоне-то. Ну я вижу, могу прям показать. Ну вот у них были же там кто помогал, советники направляли. С пистолетом в лагере, в тюрьме не ходят. Ходят охранники, которые охраняют. У него там бурнет оружие и что-то. Этого нет. А он там выхватил, там перестрелял. Ну много такого. Ну подшивка. А человек, который не был, думаю, так и есть. Не было. Ни одной тюрьмы такой не было. А тут с натуры списанное, да, рассуждение и там, как убивают его, такой-то, такой-то. Ну 50 серий-то надо было как. Я все их посмотрел. Я вот показываю, допустим, фильм «Раскол». 20 серий. Николай Достер, режиссер. Ну, старообрядцы, когда Никон отошел, ну, я спрашивал старообрядцев, вы как думаете, которые ставили, они со старообрядцами контакт были? Да. Советовались и спрашивали, комментировали. Ну, значит, вы согласны? Да, согласны. Я не встречал старообрядцев, которые смотрели этот многосерийный фильм, чтобы сказали неправильно, просто нет, правильным. Я говорю, теперь скажите, Аввакум за что боролся? Ну, как за что? За старое. Показывает. И все? Все. А где Библия? Слово, которое я говорил, оно будет судить вас в последний день. Почему ни у Никона, ни у Аввакума не было? Потому что в народе не было. Им не надо было это все, как вот сейчас этот Сергий-то. Если бы он по моему плану поступил, он бы был на месте, уважаемый, и с Кириллом бы, и с Патриархом, и с митрополитом Кириллом бы хорошие отношения были. И какие большие дела бы сделал. Он упрямый, попер, чужие, считается, потыкается там. Совершенно не о ненужном он говорил. Ну, зачем это нужно? Надо говорить о том, что полезно. А там с храмом опять, видели, оказывается, было с храмом замешано. Митрополит Кирилл рассказывал, что Сергий хотел построить храм на 35 тысяч человек, самый большой в мире. Ну, зачем? Он отказал ему. И опять все с храмом связано. Опять. Ну, да. Ну, зачем он большой-то храм? Сегодня храмы понастроили, пустые стоят. Заходят человек, уходят. Вообще работы никакой нету. Нету. Преображения, рождения свыше нет. Начинайте со священства. Давай. Рожден свыше или нет? Когда? Расскажи, как это получилось. В чем изменения у тебя были? И увидим, что на тысячу человек вы едва найдете несколько на одной руке. Ну, вот у нас, которая там цепенье кого-то, Евгения Павловна, Евгения Павловна, она вела сколько? Пять лет анкетировала. Писали студенты, сто групп, три тысячи человек. И получилось, кто называет себя крещеным, православным, ноль целых три десятых процента. На триста только один. Ну и все. Да этот один, ты еще поговори с ним. Он просто регулярно ходит в храм. Вот и все. Он ни канонов, ни не знает, и жития святых, и он так сбоку припек. Нет ничего. В какой бы храм, вот мы сколько ездили-то? У нас случилась неприятность одна в дороге, там пролил, надо бы воды взять. Мы заглянули в храм, зашли, служба идет вечером. Мы не можем никого, видно, священник трудится над ними. Не вызвать еще, мы показываем, он даже не глядит на нас. Нам воды надо, покажите, где воды взять. Так и не могли взять и поехали. Вот и все. Так там, где самые хорошие, которые знают. В другом месте зашли, Большой Улуй, в Алтае, на Алтае. Меня там хотел рукоположить митрополит Гедеон Докукин. Был архиепископом здесь. Зашли, никого нет в храме. Повернулся, торговая точка и стоит там священник один. Ни одного в храме нету. Никого один за прилавком. Вот и все. Ну, вышли поговорили маленько. Что не скажешь, он никак. А вы были у Сера Пима? Сера Пима. При жизни-то он никому ничего не дал. После смерти еще он даст. Прятался от ребятишек, в окно выбегал. Ну, маленько-то дальше, посмотрите. Главное, что нужно сердце какое мирное стяжать. И вокруг тебя спасутся тысячи. Я говорю, за 200 лет покажите один случай, чтобы у него мирное было сердце и тысячи спаслись. Нет слова Божия. Нет, слышание слова Божия от того, что он мирный. А мирный, замалкивай все. Промолчали Россию-то. Это очень льстит. Это очень льстит. Когда это слышишь, когда ничего не знаешь и думаешь, о, как хорошо, надо теперь мирное сердце, просто со всеми быть в мире и все, достаточно этого. И тысячи спасутся, и ты Бога угодный. Я знаю, что такое. Это очень льстит. Прям очень льстящие слова человеку. Да, Бог дал человеку язык. Вера, отслышание я. И как проповедовать, если они будут посланы? Как проповедовать? Народ боится. Как? Они не только не посылали, они искали, кто говорит, и немедленно рубили. Возьми вот этот, там, просветители. Тут как-то нашли, показали, в каком журнале паломник. Я сказал, они сразу нашли его. Просветители. А у меня оно насчитанное на сайте. Не знаю. И написано ведь, что, если сердцем, говорит, веруют, сердцем, это к праведности. Но устами восповедуют к спасению. То есть, ты даже можешь быть праведный. Это два этажа, два этажа. Да, он достиг этого, молчит, ему все равно. Моя хата с краю, ничего не знаю, не трожьте меня, нельзя разговаривать. Ну, он как Арсений Великий. Ну, а как люди-то обратятся? В пустыне, где они были, в монастыре, многотысячные, ни одного человека нету. Андрей Кураев проехал и говорит, даже перекреститься, смещу затепить негде. Я видел только из-за развалин злобные взгляды на меня. И ничего не поняли. Игорь Тихинович, ну вот я с вами, когда познакомился, до этого я много читал литературу монашеской, и я в себе развивал вот это чувство без, ну, как это называется, без, без участности, то есть, как бы, чтобы у меня внутри ничего не задевало никогда. Я как монах это развивал в себе, как вот, ну, как меня монахи учили. А когда я с вами встретился, я понял, что это называется не то чтобы беспечность, что ли, ну, как бы, тебя это не затрагивает, ничего не затрагивает, и в итоге ты даже... Без различия, отсутствие, что ты есть, что ты нет. Да, без различия. А я думал это до этого, что это добродетель такая, и даже достиг каких-то в этом совершенств, и то есть, там что-то происходит, меня это ни капельки, я спокойно, так же у меня все хорошо. А потом я узнал, что это вы, Никите Колесникову, такие строгие делали замечания по поводу того, что он идет, говорит, здесь ничего не замечает, здесь ему разницы нет, здесь разницы нет. И меня это так задело, я думаю, а вдруг это действительно так, что это не хорошо. И стал я по Писанию смотреть, и смотрю, а апостол Павел-то он какой, был в таком состоянии или не был? И везде, где не смотришь, оказывается, его все задевало, он на это смотрел, тут участвовал, это написал, евреи его ненавидели, он им пишет. То есть, он наоборот, лес везде, лес на, ну, его все это тревожило. И это оказывается, это чувство сердечное, когда мы о чем-то тревожимся, его просто направлять надо. То есть, не то, чтобы ты тревожился, он направляешь. И когда я так стал делать, я узнал, что это правда, это истина, так и должно жить. А иначе ты мертвый, получается, не живой, это так. Поэтому я вам благодарен за это, что вы это открыли. И у меня сразу столько сил появилось. Я не знал, что силы, они как раз-таки в ответ идут на то, что вокруг происходит. То есть, ты встаешь на молитву Богу, что Бог тебя вложил в эту силу, и ты отвечаешь и делаешь дела. Вот человек, который не занимается Библией, он хороший, труженик, у него есть там все. Ну, что он может сказать? Показать только, что есть. А что есть? Хорошая там у него дача, машина, там, ребятишки, что-то еще такое. Что его трогает? Дворец какой он там, должность свою, погоны. Ну, умрешь-то, это, как ты понесешь? Вот сейчас газетой гляжу, ну, простая газета, вот она у меня. Сегодня я ее взял. Вот эта газета, как она называется? А, это центральная газета, российская газета, учредитель газеты правительства Российской Федерации. Это серьезная газета. И вот здесь, вот интересный снимок один, я не знаю, видно его или нет будет. Вот, это Лужков. Угу, вижу, вижу. Это шляпой стоит, когда, там, ну, какой-то бывает день, такой, чистоту в городе. И столько там сказано, а когда сейчас, а он поехал, я не знаю, еще он там, так, потеря доверия, тогда был, кажется, Медведев президентом-то, его убрали оттуда. Собянин пришел. Так вот, он поехал за границу, что-то там, это Батурина, его Елена, жена, что-то под разными фамилиями, непонятно. Она самая богатая женщина в России, как сказали там. Ну, там он ей все делает, где какие заказы, вплоть до плитки. И вот теперь оказалось, что он с этим Сесмаилом, который Шеркизов был, там, этот, базар-то у них был, там на миллиарды крутился. А за ним сколько убийц, и он его покрывал и покрывал. А теперь того в Черногорию, ну, не отдали, скрыли. И вот он после смерти начинает проявляться. Вот метла. От этого метла, это его вымели бы при жизни, если знали. С кем он знает. Преступники, головорезы, убийцы, это все крутились. Недавно про него ролик показали. Язов или Янов там говорит. А человек, который для Бога живет, он проходит мимо это все эти базары. Я не, как Феофан Сотворник говорит, на базар попал, так скорее, ну, 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 лошадку-то. Скорее проехать, не оскверниться. А там развили, шли такие грузовики, везли с юга. Речь шла о миллиардах. Непрерывно. И оказалось, что у него и долгов, а должников пристреливали. Вот и все. Это сегодня все. Когда смотришь, везде ложь, везде обманы, какую-то корысть ищут, корыстолюбцы. А когда человек живет, ничего нету, ты для Бога работаешь. Ну, ничего нету, я с Богом. Поэтому мы будем ненавидимы всеми народами. Вас ненавидят и убьют. Вот читаешь 24 главу Матпея. Не надо этому удивляться. Нам это предсказано. Мы вступили на эту тропу, которая возводит на небо со славными венцами победы. Вот вчера этот материал из ООН-то скинул. Посмотрели? Да. Ну и все. Вот этот план будет. Меня один раздодорил такой. Вчера с одной стороны, с другой, не нашей страны. Я ему скинул, а он мне знаком был в Скандинавии. И он на меня как ополчился. А у вас доказательства есть? Какие доказательства? Разве не видишь, что есть? А я знаю, кто это такие. Это те, которые в себя уже демона запустили. И те, которые этим занимаются, они говорят, я чувствую, кто-то во мне есть. Какая озлобленность у них. Прямо сразу с такими словами. Я ночью встал, скорее у него все это убрал. Потому что то, что я поставил, у меня есть там убрать можно. Ничего, никак не ожидал такого. А я ему тогда план Далиса скинул тоже. Назвал слово такое-то там. Ну, то есть, я ему тогда целиком 13-ю главу откровения, 24-ю полностью скопировал. Он еще больше на меня. Но я чуть-чуть я его не заблокировал. Такой хороший человек. Только другие-то получили и что-то сказали. Да, это так. Да, это дошло. И все такое. Да. Игнатий Хмельч, ну вот здесь помогите разобраться до конца. Давай. Получается, две силы будут. Сила Антихристова, да, которые выцаряют Антихриста. А другая сила, это Вавилон, блудница. Они будут противостоять, я так понимаю? Или нет? Вот вам вопрос этот до конца не разобран. Нигде толкования этого нет. Какое-то противодействие будет от тех, которые северны. Северная Турция. Северная, если полностью северная, Россия. Я до сегодняшнего дня слышал только то, что русские войска туда толкнуть. И у меня знакомый был Устинова Александра Ивановича. Он был радистом или там кем-то у Рокоссовского. И вот он говорил, сыновьям наказал. У него, кажется, восемь сыновей. И он их говорил, если посылать будут куда, только не ходите в Израиль, там смерть, там семь месяцев будут кости собирать. Это Библия нам говорит, определенно и четко. И поэтому, а почему? Вот этот вопрос я оставил не один раз, а сегодня уже все больше и больше проясняется. И вот тут, ну, просто маленько в другое место поговорим. Я не хочу портить запись эту, отдельно я расскажу. А вы слышали этот Андреас, которого немца-то убили? Он там какие материалы выставил? Ну, ладно, я могу дать, скинуть даже вам. Слышал, да, слышал. Ну, вот так. Ну, это за кадром будет, можно будет поговорить. И там жена, как говорила, и что он нашел. И он исследователь, доктор. И опровергнуть его никак нельзя. У него факты. Ну, Игнат Тихонович, вот у меня рассуждения такие. Вы либо подтвердите, либо скажите правильный, ну, или опровергните. Что, смотрите, вот эти силы, которые воцаряют у Антихриста, они наводят порядок во всем мире. То есть, это прагматичные, умные люди, которые умнее всех на планете, они хотят, вот как в этом фильме посвященный, наладить вот такой порядок, чтобы каждый работал на своей должности. То есть, людей готовить под определенное дело. Эти там роженицы, да, эти там работают, не знаю, в энерго, добыче, энергопотребление, энергодобыча, да, в третье еще где-то, там, третье учителя, и все распределено ими. То есть, дети все воспитываются только ими. Весь контроль, то есть, нет преступников никаких, потому что все будет под контролем. Если он что-то приступит, его прям выключит там и все, и он там ничего-нибудь не получит и умрет. Ну, или его там посадят. То есть, это люди, которые именно занимаются наведением порядка во всем мире. А с другой стороны, вот сейчас, которые выступают, тоже против, они выступают и готовы даже меч взять в руки. Многие люди, это те, кто хотят жить свободно, блудить, ездить куда хочешь, что хочешь делать, и их вот эта система не устраивает, чтобы их подконтролировали. Они сопротивляются. Вот как в этом фильме, он же что там представлял-то? что там, там дискотеки какие-то показывают, то есть, он увидел, ты что, вот эту жизнь, и нормальную жизнь увидел, но в то же время и греховную жизнь увидел. И это его тоже все, это как, там все это показано, как это все хорошо. Ну, там он поцеловался там с ней, у него чувства пришли. А вот этим людям это не нужно. Это нужно, потому что это неконтролируемо, а им нужно все контролировать. то я рассуждаю так, что если действительно Бога нету, к примеру, Бога нету, то тогда вот эти все, кто сопротивляется, они не правы. Они, что они за люди? Они хотят, что хотят, то и делать. А эти порядок хотят навести, то есть, они более правые. То есть, если Бога нет, то надо вставать на сторону вот тех, кто хочет поставить единое мировое правительство. А если Бог есть, то получается, что им, чтобы реализовать этот план, им нужно, во-первых, всех неугодных убрать, которые не будут. Во-вторых, постоянно, как в этом фильме, там же, как они говорят, удалить, удалить, то есть, его в другое место переместить, они говорили, там ребенок, что-то больной, его перемещают в другое место. Ну, то есть, убивают в фильме. То есть, это все будет устроено на человекоубийстве, так как сатана, без Бога сатана, ну, сатана хочет мир построить без Бога. Вот. Это я правильно все вижу? Правильно, абсолютно правильно. Возьмите с партии. Ребенка показывали, если в нем уродство какое, бросали в пропасть. Гитлер был, Генри Гиммлер, СССР главный, который, рейст-канцлер. И уже 200 тысяч было рожденных, тысяч, которые отобраны были специально по росту, по всему, чисто арийского происхождения, и от офицеров, тоже арийского происхождения, дети. А когда уже война-то закончилась, а эти-то уже женщины-то в отдельной там колонии строили так, как их презирали все. Ну, если человек, стадное животное, Карл Марс говорит, как же это, так и надо. То, что, допустим, ну, необходимо так же, я говорил, что если бы эта необходимость нужная, мне была бы неверующим, и я бы себя показал так, что меня приняли бы, я бы был там среди них, навести порядок. Я говорю так, скажите, вот, вы живете где? Да вот, там, 30-этажный дом тут. Хорошо. А вы вот хотели бы, чтобы у вас в подъезде или на лестничной площадке было хорошо, счетчики не снимали? Конечно. А вас убивали? Да, тут недавно убили в подъезде. Хотели, чтобы этого не было? Да. А в доме? О, это невозможно, во всем доме порядок не наведешь. А если бы во всей улице, во всем квартале, во всем городе, во всей стране, во всем мире? Вот бесконечно мало к бесконечно большому. Да. Так они делают, а самое лучшее, если Бога, Бога-то нет. Это лучшие люди на земле, кто это делает. И у них план определенный, четкий. А этот мусор зачем? Этого спрашивали. Умирал король. В Англии поставили. Кем ты хочешь быть на том свете? Он говорит, вирусом, чтобы всю эту планету ощутить от гадости. Всю природу заскверняют. Я не знаю, говорил он, нет, но смысл понятен. Я рассуждал понять людей, что они хотят, нужно среди них быть. Я мысленно знаю их уставы. Я в Америке был, много что увидел. Я даже заглядывал, где у них зал, у масонов. Ну, там закрыто было. Но так как я этой темой 14 лет занимался, мне хорошо известно. Я не осуждаю, нет. Я вижу, что если Бога нет, и они тщательно отбирают, видят, какой он, вот Жаклин Кеннеди, она его узнала, Жаклин, Джона, Питт-Жаральда, еще на студенческой скамье, она поняла, говорит, какой потенциал в нем заложен. Стал президентом. Единственный из всех президентов, который масонов не почтил своим вниманием. То есть, он не был масоном, католик был. И где все оказалось? Если Бога нет, и люди желают, чтобы на земле был порядок, а как по-другому? Вот так оно и идет. Ну, благим намерением вымачивается дорога в ад, говорится. Бог дал свободу. А как? Ну, эти как боролись? Сейчас кто-то говорит, а как было при царе жандармерия? Раскрываемость была очень большая, но этого и не было. Если бы не воевали, этот Кайзер остался, тут Романовы остались, мир по-другому. Но со слагательным наклонением прошедшие события уже не рассматриваются, они уже совершились. И мы должны в реалиях посмотреть. Все запились, колхозники, в колхозах, что вот этот Растеряев-то поет, Игорь-то идет, и там это Рома, это Игорь лежат там на кладбище. Кто-то споил же их. Почему верующий не споил? Меня это не касается. Мне это противно. Я разговаривал с такими людьми. Даже все как будто знают, но они так остороженно, чтобы его не задели. Они болезненно воспринимают. Ко мне приехал один писатель определенной нации. Разговаривали. Он такой добрый-добрый. Но когда я сказал не верят в то, что написано, это полное или полу. Он сразу ко мне отношения изменил. Это не годится. Надо понимать, конечная цель это царство небесное. А это, отрекаясь от ада, они строят царство ада на земле. Но мы видим, какие они. И хлопают даже поляшки себя руками. Это не в ладоши. Никакой цели нет, Никаких мыслей. И Створение Божие сделали куклы. Какие? У него ничего нету. Он снег не видел, увидел первый раз. Поверил в это. А там сделано так, что под куполом нигде ничего нет. И ребенок и лежит, как будто бы это жаровня какая, картошку жарит. Я много раз об этом говорил. Я даже бесчета счисло раз, что если бы нет Бога. Я рассматривал жизнь Адольфа Алоизовича Гитлера точно так же. Что не было столь любимого народом и чтобы он любил свой народ, как он. Не было, не считая Христа. Но если дальше куда он пошел, он тронул богоизбранный народ и чем закончилось. Это был дьявол в человеческом образе. Если Бог-то есть, а Он есть. А когда они отрицают Бога, они делали все правильно. Улучшать расу. Расу. А зачем эти люди, которые как мусор живут унтерменши с позиции безбожника? Они правы. Это теория Мальтуса. Видишь как? Я об этом об этом вот и говорил, что вот я вижу, кто сейчас сопротивляется многие вот этим всем. Но и они многие сами-то безбожники, кто сопротивляется. Я вот смотрю на них. Но и хочется им сказать, а что вы сопротивляетесь-то? Вы не правы. Если Бога нет, они правее, чем вы. Вы-то ничего. Хотите блудить, хотите все дальше, дальше жить, как попало, как хотите. А они не хотят такого. Они хотят, чтобы был мир. Мир был во всем мире. Мир и безопасность. Я беседовал с мусульманами. Я говорю, вы не настоящие мусульмане. Настоящие талибан пришел в Афганистане, Саудовское райо, Судан, Йемен. Настоящие. Я когда с теми разговариваю, давайте, ваша книга, которой вы руководствуетесь, считайте ее священной, поставим две капитары, вам и им. Вы, которые таджики, узбеки, туркмены, вы абсолютно никакие. Они не знают, не просчитать ничего. А с теми, говорю, любую Суру Аят называют. Они правее. Вот от ИГИЛ был, да, они запрещенные. Но с их позиций, с их книги, они правее. Я по всем пунктам свожу, и смотрите, вот которые здесь местные, ну, лишь бы ты пришел, там поклонился, ушел, и дальше живут, как хотят. А те исполняют. Пришли они сразу, где там женские тела, голые, все запретили. Передачи какие были. В один момент, сразу. Женщина вышла, предупредили по всем домам конкретно, распишись, что ты знаешь, что без платка, без хиджаба тебя не видели. И платье белое не должно быть на тебе. А она вышла, ее сразу расстреляли. Сразу. И рассказали, и показали. Предупреждена была, спросили, да, почему вышла? Они любят свой строй, они любят свою книгу. Почему я должен им мешать? Участь их та, которая предназначена Богом будет. Но у них работа. Они глядят, они стараются, они жизнь за это отдают. Вот. А эти, которые лояльны, мне-то лучше жить при этих, которые привыкли так, ну и проще. Я как-то сказал, беседовал с ними, там, улыбними были. Я говорю, вы с христианами знаете, что некоторые приняли вашу бёру, да, они не знали христианства, они Библию не считали. Ну да, вот, нам нужно Библию знать от корки до корки, а вашим хорошим вообще ее не знать. Вы нормальные люди тогда живете, а иначе вы на каждом шагу, как в Беслане, кого захватили детей. Ну, я не говорю, Жохар Дудаев, тот уже советский генерал был, а Шамиль Басаев, Елаев, там, сколько их таких было, этот, приехал оттуда, Хаттаб. Ну, возьмите, Беслане, ну, в других местах, Буденновск, взрывы, во Франции, Италии, Германии, Испании, везде, это ваша работа-то. Ваша. Почему? Бога не знаете. А так-то бы можно с вами было жить. Я говорю, вот мы в Барнауле живем, у них хорошая мечеть, здесь нет ни взрывов, ни захватов заложников, ни головы не режут. Я говорю, мы живем, как одна семья. Но если бы их было много здесь, как, допустим, Татарстан, они в один день могут перерубить страну пополам, если поднимутся. Я считаю, русским надо оттуда уходить, потому что это будет внезапно варфоломеевская ночь по всей этой республике. Русских-то побольше там будет, на 2%. Но они не такие. Русских не объединишь. А тебе заранее сигнал только дали, все до одного вышли. А русских двух мужиков не соберешь. Да нет. Я татар-то знаю. Это татары, это русские такие же. Только верующих татар-то нету. Это вот в Кавказе там, там да. А здесь-то ну очень-очень мало. Почти не встретишь вообще верующих татар, мусульман. Прямо не встретишь. Они все номинальные мусульмане-то. А равен шамсудинов, татарин, вот который пришел в классе, расстрелял-то там татарин. Нет, у них это кровь есть. Не знаю. Даже прям ни одного не встречал никогда. Всегда, сколько, всю жизнь с ними живу, как русский, вот во всем. Вообще ничего. Когда придут тех, они все время проверяют и там такую литературу находят экстремистскую. Это их научить. Ты кто? Ты обрезанный? Обрезанный. Все, ты наш, иначе тебе все, он уже воин. Ну да. Надеюсь, они нас сегодня не знают, но он знает, где его корни, где он привязан, какой пуповиной. И выставить эту армию они сразу могут выставить. Ну возьми, нормально жили. А что было, когда Азербайджан отошел? Как там армян стали вырезать, а не сразу? Это же геноцид. Ну а куда ты денешь 13 глава 14 стих Исаия Пророк. Знаете, что он говорит? Нет. А давай озвучи. Это касается и вас. Так, Исаия 13 глава. 14 стих. Сейчас открою. То есть не лично вас касается, а живущих там. Тогда каждый как преследуемый серна и как покинутый овцы обратится к народу своему, и каждый побежит в свою землю. Ну вот это в страну, другую уехали в Германию, с Ливана. Я как раз наполовину. Татарин и половина русский. Вот тебе половина расходящая. У меня Ну они будут драться за тебя, скажут, моя половинка разрубят и поделят голову. Это я нарочно сказал-то, зря. Ну дело в том, что это было внезапно и скоро. Поэтому надо подумать. Да. Все, все, что я знаю, все, что я представляю, вообще все, оно прям говорит о том, что татары никогда не будут воевать с русскими. Вот именно наши татарские, казанские татары. Но есть у нас деревни, там где всякие, вот там, да, там есть. Там захватывают, ну, есть это. И вот всякие мечети. И вот в 90-х годах, как только ослабла власть федеральная, там сразу возникли в 90-х годах эти все головорезы, которые хотят, ну, есть это силы, эти силы есть, действительно. У меня, ну, друг мой в медресе учился, в исламская, как бы, школа. Он там наизусть Коран знает, там, многие стихи. И вот он рассказывал, что их в 90-х, а он учился-то в 90-х, их конкретно настраивали прям против русских. Прямо настраивали в мечети везде. Я только так задел это. В других странах, которые есть, уехали в Америку, там ищут легкой жизни. А это одна страна тут по-другому. Ты тут родился, это твоя родина. А те, которые уехали в Германию, в Италию и другие, побегут к своему народу. Там внезапно возникнут гонения на них. Ну, это уже охотники. Вначале приманка идет. Пошлю, Господь, говорит, рыболовы, охотников. Сначала на приманку тут хорошо. Ну, это в Израиль про них говорится. А потом гонения. А гонения создать это в один день. Вот они не такие, такие, вроде, а мы самые хорошие. Ну, вот, я только думаю по поводу Казани. Простите, что перебил? Простите, оно же должно, мы же захватили, русские захватили Казань кровью. А это же не может просто так пройти. Оно должно вернуться когда-либо. Не бывает такого, чтобы не прошло просто так-то. И вот это, вот это основание действительное. Для того, чтобы это все, ну, возможно, это все выстрелит потом, в будущем. Когда ослабнет федеральная власть, ослабнет, здесь восстанет. Все, продолжайте. тут у меня рядом здание трехэтажное построил один. Он как-то самолет исписывали, он на алюминии заработал, говорят, Данелия, грузин. Я с ним разговаривал как-то, а он устроил тут ночное какое-то кабаре, там бабы голые по столбам лазят, да такое, говорят, я там не был. Вот. Ну, и вроде бы он расширяться дальше решил, а тут мы рядом, то есть, ничего не стоило к нам придраться. Я летом возвращаюсь, а его нет, он умер. Я с ним когда разговаривал, он говорит, вот вы говорите, там, евреев гонят зря, как так? А есть страна, которая никогда не гнала их. Я говорю, их тоже это. И он говорит, Грузия, а мы Грузия, когда говорим, все это благословенно, я не знаю, почему так соединилось. Благословенная Грузия. У них не гнали никогда. Нигде не указано, ни в одних списках, когда кто гнал их. Не говорят, за что. Вот так. Так, так что уголки, где человек может скрыться по своей национальности, можно найти. Можно. Есть и сирийцы, Сирия, это христиане, и там где-то Бог дает уголок. Тем более, по улучшению их, они там за яг этот, за кятли ставят, который там 20% платить надо. А язычников сразу истребляют, вырезают, и все. А мы христиане, люди писания. Ну, какая-то льгота, хотя с натяжкой можно православных, нас люди писания, и я, когда писания-то не было. Я когда в Сирии был, там на военной базе нашей был храм, наш православный, русская православная церковь, деревянный построили. И когда были праздники, Рождество, сирийцы с города, их прям запускали через КПП, они приходили к нам на богослужение, сирийцы, христиане сирийские. Вот так. Надо молиться, Богу доверяться, не держаться за эту жалкую жизнешку. Все равно умирать, все равно умирать. Вот немца приучили, как он в рот пистолет стреляет, и мозги по стенке. И вот показывают в бункере, когда уже бомбят Берлин, а они там сидят, полупьяные, повалившиеся. Ну, это картина такая есть. Или называется вот такое, как сказать, не ролик, а кино, бункер. Бункер, Онтергранд. Там, как Гитлер был, я все время интересовался темой, смотрел не фильмы, а документальные. Фильмы меня интересуют. И меня интересовал вопрос, покаялся ли он, что он натворил? Было ли у него покаяние перед Богом? Нигде не мог найти. Вдруг появляется на арене секретарь, ей было где-то лет 16 или 18, юнга. И она рассказывает, не мне, сама, видно, она такая была красивая, даже она в старости сидит, курит еще. И она говорит, он давал, когда завещание, последнее уже, последний день, я печатала это, я ждала, покаяться он или нет. Вот, я нашел, где не было покаяния. Никак. Это я попутно просто сказал, поэтому меня это все интересует только с позиции вечности. Один вопрос. А то, что человек все там сделал, у него все хорошо, дети прыгают, говорит, и мозг в костях, и как Евговорит. А дальше что? И дальше, если нет прогляда, это все кончится печально, если ты не насытил их Словом Божиим, не породнился Христом, не сделал их вместилищем Духа Святого. Это твоя главная работа была. А не то, чтобы рядом, говорят, жеребцов выращивать, коров доить, землю обрабатывать. Угу. Так. Да. Вот сегодня то, что происходит в мире, видно, что многие силы восстают и сопротивляются. Ну, начинают все это обличать и показывать, и митинги. Но почему-то я на них слушаю и смотрю, я вижу, что они не знают, как будто конеч, что будет в конце. Такое ощущение. Они считают, что они победят. То есть, они говорят, что вот мы с теми силы, мы победим. Но мы по Бибели знаем, что победит как раз таки сила Антихристова над всеми. И вот поэтому меня и спрашивают люди, можно ли нам участвовать в этих митингах. Спрашивают. С ними вместе. Вот с теми. то есть, имеется в виду не вооруженные, но как бы выходить на улицы и тоже противостоять. противостоять. Я им всем говорю, что никакого смысла в этом нет, но в списки вы попадете тех, которые будут потом убивать. Ну вот, в списки попадете. Они через это вычислят тех, кого надо будет потом устранить, как только они возьмут эту власть большую. Что получится? И она ведь мы не должны объединяться силами с нехристианами, потому что иначе мы попадем под те же, под меч Божий, которому мы не за нашу душу-то пришел, не по нашу душу. То есть, проклик, кто удерживающий меч, его открови. Да. 48-10 Еремея. Да, то есть, совершается суд Божий и над теми, и над другими. А мы, как христиане, мы должны молиться и за тех, и за других. Но участвовать в этом не должны. Правильно ли я мыслю? Правильно ли я даю ответ? Правильно, абсолютно правильно. Я это говорю, и при том не говорю неоднократно, везде про это. У нас мысли одинаковые здесь. Вот я вспоминаю, когда я еще был в армии, и до армии, считать божественно, душа рвется, а нет нигде. Я поэтому натакался, натакался, то есть, нанюхал, как бы сказать, по запаху пошел. Есть такие, которые атеисты, отошли от Бога, и они, как Остепов Александр Александрович, тогда был преподаватель семинария Академии в Ленинграде, и вот он об этом говорит и пишет. И у него там места писания. И бывает, дальше он объясняет, а на другой стороне опять и писание, которое он берет, попадает на то, если я то отрезал, мне это все не надо, а я эти отрывки склеивал, и у меня получалась тетрадка. Но я не мог объяснить, что такое цифры, почему цифры-то стоят, какие, Матфея там 24-15, я не знаю, но Господь потом все это открыл. И вот я всегда покупал эти брошюры, не книги, брошюры, они дешевые были, два экземпляра, с одной стороны, а когда с другой стороны, теперь с другой это у меня пропадает, и теперь наклеиваю, у меня получается. А уж когда Библию мне дали, Библию Новый Завет, 27 сентября 1962 года, в 17.00, вот в это время я стал считать. Когда зашли хозяева, я уже шестую главу, я не могу, я скорее выписывать стал, я потом перепишу. Не надо, не надо, это вся книга, так я уже дальше гляжу, все божественное. Когда спросили, ну и как, я говорю, хорошая книжка. Они говорят, не книжка, это книга жизни. Это мой первый вздох перед самым рождением было. Вот все я читаю, и я не глазами читал, а внутренне. Мне как будто бы голос с неба говорит, читает аудио. Вот. Я больше никого не встречал, чтобы... Мне не надо уговаривать было, не надо говорить. Дали только. Это то, что я искал, это то. А я молился, молился как мог. Господи, пустоту мою заполни. Я ничего не знаю. Я не знаю пути туда. Я считал Богородица выше Христа, потому что она мать. Логично. Ну да. Ну и приходя там, ставил две свечки. Христу и Божьей Матери. Больше ничего не знал. Нигде ничего нету. И вот поэтому дали, когда зашли, теперь у меня только одно. Дрожит все тело. Помолиться. Богу сказать. У меня веры нету в эту книгу. И Бог дал. И поэтому, когда сегодня говорят, ну я постепенно там то, это надо обдумать, было или не было. Может и постепенно. Я не... Не так, но у меня это была мгновенная вспышка, которая разгоралась и разгоралась. Еще только-только добротился. И уже Господь как кремень сделал все. Никогда не отступлю. ни под каким видом. Я еще не считал о том, кто положит душу, ничего. Господь все это приоткрыл и вел. Поэтому вновь приходящим я говорю, вы просите, самое главное, правители, самое нужное, самое возрождающее это рождение свыше. Дай мне другую природу. По-человечески я знаю, творение Бог сотворил. И почил отдел в субботу. А ныне Он творит все новое. Новое. То был где-то водитель. Теперь взрослого уже судьи дает, как созидает. А взрослые, Господь закончил труд свой в преисподней. В воскресенье воскресенье. Поэтому суббота указывала на воскресенье. Покой получал шаббат там, а здесь шаббат божественный, когда Господь вывел из ада те, которые были готовы. Не все, конечно, как Осип опущен. Вот это такая простая схема. Вот я почему так легко прошел, прошел, ну, можно сказать, с радостью постоянной. Я никогда 140-й псалом не входил в великое для меня недосягаемое. Не успокаивали, как душу мою, как дитя отнято от груди матери. Никогда. Вы меня этому научили. Меня научили этому. Я это научился у вас тоже так же. Ну вот как. Я доходил до этого как-то, считаю раз, я сразу понял, непостижимое. Это 7 столетий они утверждали учение о Троице. Единосущные столетиями не могли найти это слово. Но, зная вот это все, я теперь понимаю, это только Бог мог так вести. И вот всякая спорливость у меня вышла из речения. Спорит тот, кто ничего не знает. А кто знает, тот возвещает истину. Вот это у меня как-то такая фраза отлилась, я ее сейчас вижу пользуются. И люди, с кем я встречался, гляжу, они мои эти афоризмы берут почем зря. Ну и слава Богу, хотя они и враждебные, но это слово сыграет свою роль. Да. Тогда все понятно. Тогда все нам и понятно. Ну и слава Богу. Все тогда. До свидания. Ну да. Вы не против, что мы записывали и все выставляем в интернет? Мы не против. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.